Всем привет! Я Пётр Кузнецов, учредитель сильных новостей. Мы с вами на передаче «Сильный разговор». Скандал в Гомельской средней школе номер 15, слава богу, начал потихоньку затихать. Учителя возвращаются в более спокойной работе, ученики учатся, а мы начинаем немножко успокаиваться. Вместе с тем, эта ситуация обнажила целый ряд больших, можно сказать, системных проблем в образовании, которые сейчас обсуждают в социальных сетях и на самых разных уровнях, уже без упоминания учительницы. Сегодня у нас в гостях гомельский педагог, работающий в сельской школе, очень интересный человек и предприниматель, Пётр Филон. Пётр? Здравствуйте. Мы попробуем поговорить сегодня об образовании. Скандал с учительницей, с партой, хоть он уже и не так актуален, но мы всё равно сегодня эту ситуацию не обойдём. Так или иначе, в разных вопросах придётся к ней обращаться. Мы попробуем поговорить более широко, не конкретно об этом, а вообще о школе. Меня зацепило, очень сильно зацепило, когда в течение двух недель баталий онлайн, когда сторонники учительницы и противники учительницы обсуждали эту ситуацию буквально на уровне конфликта, меня очень сильно зацепило то, что те, кто защищал педагога, они всё время упирали, это был один из их главных аргументов, на то, что сейчас пошли какие-то очень такие плохие дети под влиянием интернета, они какие-то вот очень такие бедовые, сильно знают свои права, и они могут любого довести, вот это слово «довести». А вот ты как учитель, ты раньше работал в Гомеле, сейчас работаешь в сельской школе, у тебя достаточно серьёзный уже опыт и стаж. Скажи, вот как ты считаешь, действительно ли современные дети чем-то отличаются от детей, которые были раньше, вот хотя бы от нас, когда мы были детьми, да? И действительно ли может слово «довели» считаться индульгенцией для педагога и оправдывать любой его поступок? Именно если говорить о «довели», то это не индульгенция и оправдать любой поступок не может. Что касаемо вот ситуации в 15-й школе именно, то там без какого-то разбирательства были сделаны основные выводы, уволен учитель. Отсутствовала полная версия видео, то есть что было до этого, до того, как она шла с этой партой. И в этой ситуации делать какие-то выводы поспешные, без разбирательства, без служебной проверки было неправильно. Ну вот всё-таки, вот сейчас мы вернулись к этому моменту, тоже он сильно всё время обсуждается в соцсетях, откуда-то почему-то взялось убеждение, что видео, вот эта версия, она не полная. Якобы обязательно должна была быть версия видео с предысторией, где якобы видна какая-то подножка. А почему вот вы исходите из этого, а не исходите из того, что тот ребёнок, который снимал, просто в этот момент мог включить камеру? Полного видео, так называемого, просто могло не быть? Могло не быть, но равноценно могло оно и быть. Равноценно? Нет, не обязательно. Предыстория, всё-таки ты говоришь о том, что предыстория важна. Важна, конечно, предыстория, то есть что предшествовало этому поступку. То есть реакция учителя была не на неподготовленное домашнее задание. Не на неправильный ответ ученика. То есть этому поступку учителя что-то предшествовало. И нужно было в этом разобраться, прежде чем делать какие-то выводы поспешные. Нет, ну понятно, что ему что-то предшествовало. То есть дети явно вели себя плохо. На пустом месте учитель не может так себя повести, правильно? Вопрос в относительности и в адекватности реакции. Может ли ребёнок 9 лет, который ещё, скажем, недостаточно развит физически, недостаточно развит умственно, совершить что-то такое, чтобы при всём классе можно было ругаться матом и даже за это не быть уволенным? Ну, именно беря эту ситуацию, то есть там отсутствие определённого уважения к учителю. А из чего это видно? Он там ей ничего плохого не говорит. Он говорит, а что я сделал? Она говорит, смеялся над, издевался над учителем. Ну, Пётр, понимаешь, к анализу, моё мнение ты знаешь об этой ситуации. То есть при увольнении учителя таком резком, спонтанном, нужно было разбирательство в этой ситуации. То есть без служебной проверки, без спецсовета, без вмешательства профсоюза, без обсуждения и выяснения причин поведения. Увольнение учителя было неправильным. Так нельзя было делать. То есть, да, я ни в коем случае не оправдываю учителя. То есть учитель так себя вести не должен. Но и действия администрации школы при срочном увольнении учителя, это было также неправильно. Ну, я с тобой здесь соглашусь, но давай тогда посмотрим на ситуацию в целом. Появляется видео, то есть, условно говоря, появился такой сигнал, учительницу резко уволили. Я согласен, что надо было провести проверку. То есть наш автор писал статью по этому поводу, Виктор Федорович, где, в принципе, позиция изложена, с которой я согласен, что надо было ее отстранить на какое-то время, провести проверку. Как минимум по линии Министерства образования и по линии МВД, потому что факт брани в публичном месте и угроз налицо. Ну, вот смотри, значит, происходит такая ситуация, учителя резко увольняют. Потом, значит, в ситуацию вмешивается первое лицо государства, и учительницу точно так же резко, без всяких процедур, возвращают на место, но абсолютно точно так же резко выбрасывают директора. Получается, значит, что с учителями в данном случае власти поступают вне процедур, вне правил и вне законов. То есть любой чиновник, он сильнее учителя, и окончательное решение лишь зависит от того, насколько сильный чиновник. То есть область полкома сильнее учителя на месте, а президент сильнее область полкома. И вот это вот развивается по цепочке, да? То есть получается, учителя сегодня не защищен никакими правилами и процедурами, и с ним можно сделать все, что угодно. В этой ситуации получилось так. А в других ситуациях? В других подобных. Ну, это первая ситуация такая. Ну, такая, ну? Со школьным скандалом, который вышел на республиканский уровень. Обсуждение и принятие решений даже главой государства по этому вопросу. Ну, а другие ситуации, когда, например, учителя заставляют выполнять какие-то непрофильные обязанности? Там перепись населения, например, вот проводить. Ну, смотри. Да, в городских школах учителя, кроме своих основных обязанностей, да, есть дополнительные нагрузки определенные. Это, с одной стороны, это неуважение к труду учителя, неуважение к его времени. То есть время учителя должно цениться. И какие-то побочные нагрузки, ну, я считаю, что недопустимо так делать. То есть учитель должен строго выполнять свою работу. То есть учить детей, преподавать свой предмет. То есть это может быть причиной того, что учителя чувствуют себя, скажем так, дискомфортно в сегодняшних условиях. Ну, честно сказать, не знаю, как в городской школе. Потому что я в городской школе уже не работаю достаточно давно. Нашел себе место работы, где я почувствую себя полностью комфортно. Где у меня хорошее отношение с администрацией. Где маленькие классы, где удобно работать. И где кроме своих основных обязанностей, мне ничего не нужно выполнять. То есть вся остальная творческая работа, это исключительно инициатива учителя и учеников. То есть если мы хотим делать какую-то интересную работу, к примеру, на какой-то конкурс, на конференцию, то мы этим занимаемся. Если нет, то это никто не заставляет, это не является обязанностью. Ну вот смотри, я просто почему об этом говорю. Я сам отец двух детей, у меня двое школьников, дочка и сын. Мне не безразлично, собственно, как дела обстоят в образовании. И не безразлично, в том числе и микроклимат, в котором работают учителя. Потому что я понимаю, что если у учителя не все в порядке в жизни, если у него маленький доход, и он не может решить свои элементарные БТВ-проблемы, если его загружают переписью населения, организации выборов по квартирным обходам, значит, учеников на предмет проверки, там их наличие еды в холодильниках, значит, и прочее, и прочее. Я понимаю, что учитель, во-первых, не будет хорошо себя чувствовать, у него не все в порядке будет явно, как бы, с настроением, как минимум. Во-вторых, у учителя останется намного меньше времени и энергии для того, чтобы посвящать это творческому своему процессу. Я понимаю так, что это проблема. Внутри педагогического сообщества ее каким-то образом осознают? Либо просто вот, ну вот... Ну, понимаешь, чтобы осознавать ее, нужно эти проблемы иметь. То есть... А их нет? У меня их нет, потому что я работаю... Ну, можно сказать, я работаю далеко от этих проблем. То есть в сельской школе этих проблем у меня нет. Поэтому как-то рассуждать о таком положении дел в городских школах... Ну, я просто не работаю в городской школе. Мне в тему... Так же и работая в городской школе... Ну, с чем сталкивалась? Ну, максимум рабочая суббота. Провести какие-то мероприятия. Провести там конкурсы среди детей, еще что-то. Ну, тогда не было вот этого. Если говорить про всеобучь, вот что... Хождение по квартирам. Ну, это... Посвящается этому, наверное, ну, несколько часов всего. То есть это не то, что там целый район нужно обойти. У меня, к примеру, был частный сектор, у меня было две улицы. Нужно было там зайти в семь домов, вроде пять-семь домов посетить. Узнать, где сейчас учатся дети. И то, которые... Если они вдруг потерялись. То есть, как правило, все знают. То есть ребенок не может просто так потеряться. То есть знает, в какой он школе учится, в какой он класс перешел. То есть, чтобы гарантированно учились. Гарантированно были, где-то, так сказать, числились. Учились. Будь то детский сад или какая-то школа. Ну, педагогическое сообщество в случае с этим скандалом... Оно проявило такую незаурядную солидарность. То есть мы сколько ни анализировали происходящее в информационном пространстве, мы видели огромную волну солидарности и поддержки учителя. И, ну, по большей части это были педагоги. По страницам в соцсетях это было видно. То есть все так стали горой на сторону учителя. И, вместе с тем, очень огромная волна негатива в сторону ученика, несмотря на то, что это просто ребенок. Мне кажется, что эта ситуация, с одной стороны, ну, как бы, она... Ну, хорошо, что у педагоги такие солидарные. Но меня все-таки интересует... Ну, я не могу понять природу и феномен вот этого вот явления, что столько много плохого можно говорить о ребенке. Вот почему так происходит? Вот откуда такой плохой настрой по отношению к детям? Именно, чтобы педагоги плохо отзывались о ребенке, то есть в той ситуации, честно, я не встречал. Говорили плохо о конкретной ситуации, о резком увольнении учителя, то есть решении проблемы увольнением этого учителя. Ну, никак. Ребенок, возможно, поведение ребенка рассматривалось только как причина. Но именно учитель, чтобы винил ребенка, я не встречал. В сети, в комментариях. Возможно, это были кто-то из родителей. Возможно, были другие люди. Но как учитель ребенка я не винил. И не винили мои коллеги, насколько я был в этой теме, просматривая посты. Я очень хотел поговорить в том числе о сельской школе. Мне это очень интересно. Сельские школы есть, они существуют. Там учатся сельские дети. Но вот я работаю с новостями, с информацией, о сельской школах, тем не менее, не знаю практически ничего, потому что о них не пишут, о них не говорят. Внутрь никто не попадает и не смотрит. Вот мне просто интересно, вот даже вот если просто про твою школу взять, она отличается от городской, как я понял, тем, что там меньше класса, удобнее учиться и работать. Конечно. У меня очень маленькие классы. Получается, по сути, индивидуальные занятия с учениками. То есть ты можешь каждого просить, каждому уделить время и каждому объяснить, что просто невозможно сделать в городской школе. В городской школе, когда классы до 30 человек, знания, ну, опытом сложно научить сразу большой класс. То есть в нем есть обязательно дети, которые будут не мотивированы, которые будут мешать другим детям. Есть небольшой процент мотивированных детей, которым интересные, которые старательные. В сельской же школе ты можешь каждого мотивировать, с каждым, каждому находить индивидуальный подход, с каждым заниматься. Ну вот то, что пишут, то, что действительно прорывается в информационное пространство, многие говорят о том, что в сельской школах не хватает педагогов. Ну, такая проблема, да, есть. То есть сейчас там сложно найти, чтобы хороший учитель приезжал работать в сельскую школу. Старые педагоги, которые родом из этой деревни, они в основном сейчас уже уходят на пенсию. И проблема кадров в образовании действительно есть. То есть, а существующий механизм распределения, это единственный путь получается? Нет, ну почему единственный? Например, я вот в свою школу езжу за 40 километров от дома. Ну это хорошо, повезло, она близко. Если бы она была под Туровом, это было бы 300 километров. Ну, под Туровом я бы не искал места работы. Ну вот поэтому, наверное, в школах под Туровом и не хватает. Потому что из Гомеля никто туда не ищет работу и ехать туда не хочет. Ну, честно, ситуации в школах Турова я не в курсе. Ну мы можем представить, то есть знаешь, примерно, что такое условный Туров, там тысячи, наверное, 10 населения. И там тоже должны быть какие-то школы. Но вот инфраструктуры там особо никакой нет, условий нет. Соответственно, педагог, который старшего возраста, он уходит на пенсию, как ты говоришь. А более молодой педагог, такой как ты, туда ехать не захочет просто работать. То есть отправят кого-то по распределению, он там поработает и уедет. А вот ты, допустим, тебе уже там глубоко за 30, тебя уже по распределению не отправят, но ты сам туда вот не поедешь, работать, потому что тебе здесь... Ну это достаточно далеко, ехать в такую глубинку совсем уже, в другой район ездить, это действительно далеко неудобно. Что касается распределения молодых специалистов, сельскую местность в дальние какие-то. Ну это в таком, так сказать, в маленькой школе, это получить первый опыт работы, это действительно полезно. То есть если молодой специалист понимает, что это его, что ему это нравится, то есть он потом может найти место работы в городской школе или даже остаться в той. То есть проблем с жильем, как правило, нет. Бывают дачи, всплывают в новостях редкие случаи, что там не обеспечено жильем, какое-то некомфортное условие предоставлено, но предоставить комфортное жилье в деревне, ну сейчас сложно, то есть часто нет возможности просто. А что надо сделать, что могло бы сделать государство или даже не государство, а, например, вот может быть среди бизнеса есть меценаты какие-то, могли бы появиться. То есть что вообще можно было бы сделать в идеальной ситуации, если предположить, что на это есть деньги в стране, для того, чтобы работа в сельской школе под условным Туровом стала такой, чтобы туда все-таки поехали нормальные учителя? Во-первых, нужно, я считаю, сделать тут даже не конкретно в какой-то отдельной школе. Здесь нужно просто повышать престиж профессии учителя. А почему он сегодня низкий? Начиная от зарплаты и заканчивая, то есть отношением людей к этой профессии. От уважения детей к работе учителя до родителей. То есть сейчас у нас образование относится уже к сфере услуг. То есть это не как этап развития личности, становления, а это сфера услуг. Ну а почему бы и нет? Собственно говоря, дополнительное образование – это точно сфера услуга. Потому что нельзя, нельзя приравнивать работу учителя, к примеру, к работе официанта, парикмахера или таксиста. Хорошо, нельзя. Но с таким подходом, что если образование является сферой услуг, то так по сути и получается. Ну вот ты говоришь, что образование является сферой услуг. Это где-то зафиксировано документально. То есть я первый раз слышу, что в Беларуси образование относится к сфере услуг. Ну точно где это зафиксировано, сходу не скажу. Но сейчас образование – это сфера услуг. Я понимаю, что платные образовательные услуги могут относиться к сфере услуг. Точно так же, как и любые курсы, семинары и прочее. Да, то есть человек платит деньги и получает, соответственно, образовательную услугу. Государственное и бесплатное образование, мне кажется, не может относиться к такой сфере. В будущем можно уточнить этот вопрос. Ну можно уточнить. Ну смотри, ты говоришь, нет уважения, недостаточное уважение со стороны детей и родителей. Но ведь уважение, как и престиж, они же формируются, исходя из каких-то предпосылок. То есть я понимаю механизм, как это может работать. Я понимаю, что если учителям мало платят, то это уже повод уважать их меньше, например. То есть для формирования уважения либо неуважения нужны какие-то причины. Не может это быть на пустом месте. Вот давай попробуем, может быть, подумать и разобраться, почему так случилось, что сейчас в современном обществе, в белорусском современном обществе, потому что на Западе учитель очень уважаемый человек. А вот начиная от нас и дальше на Восток не очень. Вот почему так получилось, что на пространстве бывшего Советского Союза вот эта профессия так проиграла. При Советском Союзе учитель был очень уважаемым человеком. Смотри, изначально идет сейчас постоянное падение квалификации, можно сказать, потому что конкурсы на педагогические специальности университета, они самые низкие. И очень часто идут на специальность учителя, на какие-то педагогические отделения, идут те, кто не поступил на другое. Эта проблема действительно есть. И получается, что выпускник, который не смог поступить, к примеру, на инженера или на специальность, на которую он хотел, чтобы не забрали в армию или чтобы быть пристроенным, он идет на педотделение, поступает в денисские конкурсы. Частично это. Это такая вот жуткая вещь, которую ты сейчас говоришь. Знаешь, в моем советском детстве у меня был в музыкальной школе учитель, который говорил, что... Ну, они шутили так, учителя мужчины, что ПТУ расшифровывается «помогите тупому устроиться». То есть по остаточному принципу, если никуда не устроился, то идешь в ПТУ. А то, что ты сейчас рассказал, это, по сути говоря, получается, что на сегодняшний день, если много таких людей, которые никуда не получилось поступить, и они идут в учителя. То есть это такое современное, получается, ПТУ «помогите тупому устроиться», да? Ну, сравнение с ПТУ не считаю корректным. Не, ну я в данном случае не о ПТУ, а вот о самом формате. Но если мы изучим проходные баллы и баллы, с которыми поступают на педотделения, то мы убедимся в том, что самые низкие сейчас проходные баллы – это на педагогические специальности. Но это ведь может быть не причиной низкого престижа профессии, а следствием. Да, следствием. То есть следствие низкого престижа. А люди с большим потенциалом туда не идут. Ну, к примеру, смотри, с моей группы нас выпустилось 9 учителей. За через 10 лет после выпуска в профессии остался только я. То есть 9 человек так или иначе поменяли свой род деятельности. У меня недавно была встреча, 15 лет выпуска из университета, там тоже педагогическая специальность, и тоже в профессии не остался почти никто, 1 или 2 человека. Все ушли из профессии. То есть из всей моей группы выпускников физфака один я до сих пор работаю в школе. Но это возможно работаю, потому что у меня есть другой основной доход. То есть работа в школе, это, ну, по сути, для меня отдых. И для меня это, ну, я считаю, это призвание, возможно, своим. Потому что мне это нравится. Один год, вот когда я останется предпринимателем, один год я в школе не работал. И, ну, мне было, можно сказать, не по себе. Мне не хватало вот этого шума, звонков. Мне этого не хватало. Я вернулся и вернулся в образование. То есть ты предприниматель и работаешь в сельской школе 2 дня в неделю, насколько я понял, просто для души. Да, мне нравится работа учителем. Мне нравится работа с детьми, их учить. Мне нравится видеть их результат. Когда действительно вот пришедший, пришедший ребенок, который слабые результаты показывал, когда он растет. Когда, то есть, мои старания не проходят мимо. Ну, это прикольно, как минимум. То есть, видишь, не все бегут из профессии. Получается, если у человека есть за что жить, кроме зарплаты учителя, он вполне может посвящать свое время, в том числе и этому занятию. То есть, ключевая проблема в том, я так понимаю. То есть, я сделаю такой вывод и резюмирую, что не идут потенциально сильные люди в учителя, а бегут из профессии те, кто получил уже такое образование. В первую очередь, просто потому, что доходы учителя прожить нормально невозможно. Да, то есть, зарплата учителей сейчас далека от средней. Ну, молодых. Чтобы зарплата была близка к средней, то есть, это нужен стаж лет 20, высшая категория. То есть, сходу учитель в 30 лет, он среднюю зарплату получать будет маловероятно. Еще одна проблема. Возьмем, в Новобелецкий тот же самый район, где наша пресловутая США номер 15. Это ты, по-моему, написал. Это очень хорошая фраза была. Она мне просто запала в мозг. Два новых микрорайона построили, а две новых школы построить забыли. Да. В Белеце действительно сейчас не хватает хотя бы как-нибудь одной школы, чтобы разгрузить уже имеющиеся школы в этом районе. Но только ли в Белеце? Много новых районов строится, инфраструктуры не хватает катастрофически. Ну, смотри, к примеру, в западном микрорайоне Гомеля там в классах недобор. То есть там школы не перегружены. Там старый район очень. Старый район, школы там не перегружены. Школы остались еще со старых времен. Да, да, да. В Новых микрорайонах в Белеце достроено два новых микрорайона. Школы к этим микрорайонам не построили. То есть это действительно проблема, перегрузка школ. Что также влияет и на качество образования, и на сложность работы учителя в этой школе. Во-первых, это когда много классов. Это не всегда удобное расписание. То есть в форточке опять-таки неуважение ко времени учителя. Когда у него с утра до вечера, то есть у него вроде 5 уроков, но эти 5 уроков тратятся 7-8 часов. Когда просто нельзя сделать удобное, хорошее расписание. При малокомплектности школ, когда классов не так много, например, как в 15-й школе 9 первых классов, это очень много. То есть, соответственно, через несколько лет это будет 9 пятых, шестых, седьмых классов. Расписание делать уже сложно. Получается, есть форточки. Также ставка учителя сейчас увеличена. Когда я начинал работу в школе, она была всего 18 часов. То есть при хорошем раскладе, то есть это могло быть 4 дня рабочих. То есть тот день, он и сейчас есть обязательно. То есть один день на неделю учителя, он должен посвящать подготовке к урокам, сбору материала и, так сказать, самосовершенствованию себя как педагога. То есть при перегрузке школ расписание не может быть хорошим, чтобы он после обеда гарантированно шел домой. Также работа в две смены неудачной. То есть если у учителя есть младшие и старшие классы, к примеру, седьмой и одиннадцатый, по физике, например, то он часто должен работать и на первой смене, и на второй. То есть за форточку между сменами, но он не домой и может сходить редко, есть время. То есть он на то время, но хорошо, если у него есть тетради, что проверять, чем заняться в школе. А так, по сути, просто ждать следующего своего урока. Вот интересную очень тему затронул. Я на самом деле это так, потому что я сам родом из Советского района, а сейчас как раз просто живу в Берлице. Советский район – это район старый достаточно. Там есть новые микрорайоны где-то там далеко, но вот западный, значит, вот вокруг фестивального, там проспект Октября. Это все строилось раньше, очень давно. И люди когда-то туда заселялись, понятно, что они были молодые, у них росли дети, и для них строились школы. Сейчас в этом районе детей столько нет, потому что люди живут, они старятся, молодые уезжают, значит, и так далее. Школы остаются. Ты говоришь, что там недобор. Новые дома, новая застройка, вот в городе просто ее все больше и больше, инфраструктура за ней не успевает. Получается, у нас в городе часть инфраструктуры стоит, неиспользуемая на полную катушку, а где-то ее не хватает. Может быть, стоило бы властям задуматься, а нам предложить какое-то, например, решение, например, школьные автобусы пустить из Новобелицы в Западный. То есть, часть детей записать в Западный, в школы, и школьными автобусами организованно их возить. Это дешевле, чем строить новые школы. И это удобнее для родителей, потому что не надо будет толкаться в маршрутках. Они сегодня из хутора ездят по Белице, по утрам дети на автобусах. Тогда возникнет ситуация, какие именно дети должны туда ездить? Почему мой ребенок должен ездить в Западный, а не другой? То есть, это вопрос очень сложный. То есть, так просто его подвозом не решить. Ну, я просто, что называется, размышляю, потому что я вижу, что они и так ездят. Белица сейчас вот живет, она сейчас живет в режиме постоянно ездящих детей. Эти жители хутора, они уже много говорили о том, что им приходится с детьми вставать в 5 утра, садиться на автобусы и ехать там в ближайшую школу, это по Новобелице. Я это вижу сам прекрасно. По утрам и по вечерам полные маршрутки детей. То есть, эти дети, они все равно ездят. Они все равно, так сказать, путешествуют постоянно по Белице. То есть, они бы могли бы таким же образом их можно было бы куда-то еще, например, подвозить. Ну, Западный достаточно далеко от Белицы. То есть, тут сложность, что больше часа может только дорога занимать. А как тогда, вот, наверное, власти надо было бы как-то подумать все-таки, возможно, с привлечением гражданского общества, но как нам тогда оптимизировать в городе использование тех ресурсов, которые у нас есть? То есть, теоретически у нас, может быть, даже хватает школ, если посчитать на весь город в целом. Но практически где-то густо, где-то пусто. Нет, в ситуации в Белесе, там необходима постройка школы. Потому что, к примеру, в Западном сейчас комфортные условия и для учителей, маленькие классы, и для самих учеников. То есть, они могут лучше учиться. Чем меньше класс, тем больше возможностей для успешной учебы, хорошей. То есть, школы строить надо? Да, конечно. То есть, рынка школ, секонд-хенд не бывает и быть не может? Нет, почему? Может быть. Но в ситуации с постройкой новых районов должна предусматриваться постройка инфраструктуры. То есть, как минимум, школ. Вот мы сейчас вышли на интересный все-таки момент. В принципе, он давным-давно, я так понимаю, очевиден всем, но почему-то на государственном уровне об этом говорят очень поверхностно. Если это коротко сформулировать, то этот момент состоит в том, что дайте денег на образование. Надо деньги на учителей, и надо деньги на школы. Правильно? Потому что нет школ и недостаточно денег для учителей, в результате чего катастрофически низок престиж профессии и просто не хватает нормальных кадров. В вопросах финансирования образования здесь я не могу рассуждать. Я просто не в этой теме. Я не в курсе. Ну, я тоже как бы не настолько в теме, но я понимаю одно, что если есть очевидные проблемы, значит, что-то в государстве не так. Я понимаю, что Петр может быть сейчас дипломатичен, потому что есть у него какие-то по этому поводу соображения, а я могу позволить себе быть недипломатичным. Я отец двоих детей, предприниматель, я плачу много налогов. Это я сейчас чиновникам говорю нашим. И вот я, значит, думаю, что я не один и не одинок в этой посыле. И надеюсь, что в том числе, что и педагоги меня поддержат. Уважаемые чиновники, давайте больше внимания, а не слов, уделять образованию. Учителя стонут, учителям плохо. Дети недополучают. Это наше будущее. Это та сфера, в которую деньги мы не отдаем, а инвестируем. Это нам же вернется в нашей старости. Есть в современной школе проблемы плохой дисциплины детей? Да, она присутствует. Дети много, даже на уроках отвлекаются. Вот проблема с мобильными телефонами, вот запрет, точнее запрет был давно, на телефоны в школе, после случая в 15-й школе он актуализировался. То есть мобильники у детей это действительно проблема. Во-первых, помимо отвлечения, слишком, ну, игромания. И детям чрезмерное использование смартфонов и гаджетов в детском возрасте, оно препятствует развитию памяти, развитию мышления. Когда ребенок уже не ищет ответы в книгах, он не идет за рефератом в библиотеку, чтобы обработать массу литературу. Но он ищет в Гугле. Ищет в Гугле, но у него отпадает необходимость самостоятельно мыслить. Почему нет? Я считаю, вот... Ну, вот точно то же самое могли говорить в 15 веке люди после изобретения Гутенбергом книгопечати. То есть, вот я все время сравниваю нынешнюю эпоху с тем временем. То есть, до того момента, как Гутенберг изобрел печатный станок, книги и знания, соответственно, информация, они были доступны только монахам, которые в монастырях сидели и эти книги вручную переписывали. Эпоха называется «Тьма средневековья». После того, как книгопечатание вошло в жизнь человека, началась эпоха просвещения, эпоха научных открытий, потому что все больше людей втягивалось в сферу информации. Давай приведу вот пример из своей практики. Конкретно. Ребенок, у которого обычный телефон-звонилка, он на уроке внимательнее, лучше усваивает материал, лучше отвечает, и мыслит, чем ребенок, у которого смартфон, который постоянно сидит в телефоне. Лучше отвечает, это может быть, но чем ты меряешь то, как он мыслит? Он может мыслить уже совсем другими категориями. Я не утверждаю, что это так. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что игры – это огромная проблема смартфонов и гаджетов. Это просто огромная проблема. Я это вижу по своему сыну. Он слишком любит игры. В то же время моя дочь, она любит программы. Она занимается рисованием, каким-то моделированием. Уметь быстро найти ответ на любой вопрос в том же гугле – это хороший, правильный навык. Но он отменяет необходимость запоминать что-то, что-то учить и знать. Но точно так же раньше, на другом этапе эволюции, необходимость что-то запоминать отменяла изобретение письменности. Люди изобрели письменность, письменность и начали записывать, сколько мешков зерна дали соседу на бумагу. Это постоянно длящийся поток эволюции. Ход эволюции человека разгружает свой мозг от не всегда нужных механических действий. И тем самым освобождаются ресурсы у мозга для более творческих и объемных задач. То есть, ну как это развивается, понимаешь, если бы каждый нынешний школьник вынужден был теорему Пифагора доказывать заново, то ее бы не сдал никто. А когда-то Пифагор ее доказал, записал, и сейчас люди просто вот ее уже берут за основу как готовую. Вот так накапливается информация. Вот такие основные базовые знания, то есть ученик, как бы любой человек, он должен знать. без подсказки гугла. То есть, и даже школьная программа, она намного шире таблицы умножения. То есть, нужно и теорему Пифагора просто помнить, хотя бы выпускнику, там, одиннадцатикласснику. Почему? Вот я не помню сейчас теорему Пифагора. Ты, возможно, давно заканчивал школу. Очень давно. Очень давно. Но зато я помню, что такое диффузия. Диффузия, ну... Вот, диффузия физики, я помню, что это такое. Но мне это тоже никак не пригождается. Понимаешь, когда человек учит, у него образуется... То есть, я даже часто, детям своим говорю, когда заставляю их учить. У меня вот один... Однажды был вопрос. То есть, Петр Олегович, вот зачем вам надо, чтобы мы это знали? Вот, хороший вопрос. Чем вам надо? Ну, ответ я тогда, чтобы чувствовать удовлетворение от того, что я хорошо выполняю свою работу учителя. Но, по сути, заставляя знать. Я часто детям говорю, что вы можете это забыть завтра, вы можете забыть там через год, и физика вам никогда не пригодится. Но над заменем скажите. Но те нейронные связи, которые у вас образуются в мозгу, в то время, когда вы это учите, они с вами будут на всю жизнь. То есть, процесс обучения уже нужен именно для развития. А вот последние научные исследования, они показали, что гораздо больше нейронных связей в мозгу детей образуется при занятиях, в которые вовлекается мелкая моторика пальцев. Например, при занятиях музыкой, конструированием, то есть мы вот ремеслом, действительно развивается мозг намного быстрее, чем при зазубривании. В каком возрасте? Во всех возрастах. В раннем возрасте, да, мелкая моторика развивает. Во всех возрастах. Даже вплоть до даже вот 38, вот сколько мне лет, даже и сейчас мелкая моторика полезнее, чем зубрежка. Я бы так не сказал. Ну, я говорю о том, что я читал в научных журналах. Британских ученых? Британских ученых. Нет, это были, по-моему, шведские, американские ученые, там самые разные. Ну, вот мы сейчас говорим о противоречии взглядов. Да, вот в современной белорусской школе бытует все-таки убеждение, что главное учить. Зубрить. Не зубрить, не зубрить. Не зубрить, ну, фиксировать какую-то информацию в голове. Не зубрить, нужно разбираться, понимать, нужно само понимание. Вот в западной системе образования сейчас как раз противоположная модель, которая как раз и говорит о том, что вся информация уже есть в интернете, а процесс образования надо направлять на умение информацию фильтровать, подбирать и обрабатывать. То есть это как раз то, что ты называешь разбираться. Это называется практика-ориентированный подход. Хорошо, пусть он так называется, да. Но это, насколько я понимаю, это как раз и есть то, что ты говоришь, разбираться. То есть брать совокупность данных, анализировать их и вычленять главное. И вот сегодня там это приоритетное направление. У нас приоритетным направлением остается набор знаний просто в голову, в то время, как они уже все давным-давно поместились в телефоне. Хорошо. Как бы ты хотел, к примеру, ты говоришь, что у тебя дети. У меня дети. Вот смотри, как бы ты хотел, к примеру, наша система по физике в седьмом классе это перевод единиц. Например, чтобы твои дети могли в уме перевести 2 гектара в квадратные километры. Или чтобы они использовали конкуляторы и без телефона не могли это сделать. Как бы ты, для своего сына? Я бы хотел вообще, чтобы он все в уме мог делать, но я понимаю, что это невозможно. Чтобы делать такие даже простые процедуры в уме, это нужно тренировать. Тренировать эту способность. Постоянно пользуясь конкулятором и пользуясь гуглом, это тренировать невозможно. То есть развитие мышления, развитие этих способностей именно приходит... Это не развитие мышления, это развитие конкретного механического навыка. То есть, так же, как таблица умножения. Считать в уме тоже. Простые числа, какие-то простые действия арифметические, только в уме, говорю, детям делать. То есть, без помощи гугла вспоминать там ту же теорему Пифагора, когда идет задача на механику. То есть, без помощи гугла, чтобы дети вспоминали, даже даю время. У меня возле доски висят подсказки, то есть распечатанные подсказки, чтобы ребенок, не пользуясь телефонами, искал ответ, а даже просто посмотрел по формулам, увидел знакомую тему, посмотрел из предыдущих тем, нашел эту формулу. Немножко резюмирую тогда этот момент. Я понял так, что в нашей системе образования преобладающим остается взгляд, что ученика надо в первую очередь научить самому в уме производить те действия, которые уже может делать компьютер. умножать, теорему Пифагора доказывать, кубы в квадраты переводить. Вот это вот у меня стоит программа на телефоне. Это тоже резюмирую. Идет цельноинтеллектуальное развитие личности. Возможно ли цельноинтеллектуальное развитие личности в современных условиях, если запретить ребенку смартфон? Вполне. Именно, по крайней мере, на школьное время, на время пребывания в школе, чтобы он все его внимание было не на игрушку и не на ожидание звонка, чтобы продолжить сохраненную свою игру, чтобы он полностью мог посвятить свое внимание обучению. А можно ли сделать так, чтобы наша школа уделила внимание, подумала и придумала механизм, как гаджет поставить на пользу школе? Условно говоря, чтобы ребенок шел в школу, например, с одним планшетом, где есть все учебники и тетради, а не тащил 10-килограммовый и ранит за спиной. К примеру. Смотри, петь, со старших классов есть программы в новых изданиях учебников уже есть и QR-коды, и специальные программы устанавливаются на смартфон, чтобы дополнить учебник. То есть, процесс идет? Но он уже давно запущен, он уже действует, но это для старших классов. Младших классов, когда идет основное развитие, телефоны, я считаю, лишнее. Я попробую немного резюмировать наш сегодняшний разговор. Мы попробовали посмотреть более широким взглядом на тот комплекс проблем, которые сегодня существуют в системе образования. Мы поговорили о престиже профессии, который очень низок. Мы попробовали выяснить причины этого явления, что престиж педагога стал очень низок, и увидели, что просто катастрофически не хватает денег, если просто говорить. Есть огромная проблема недостаточной инфраструктуры школьной, на которую тоже не хватает денег, если просто говорить. Мы попробовали разобраться в том, какие проблемы есть у учителей, и мы попробовали разобраться в том, какие проблемы есть у детей. Возможно, у нас это получилось. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, мы увидимся с вами в следующем сильном разговоре.